Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня речь пойдет о приложении, которое в первую очередь нужно маркетологам. И, наверное, даже незаменимо при общении с заказчиком, но может пригодиться и сотрудникам НКО. Речь пойдет об очередной фиче от Google, о Google Data Studio. Google Data Studio это приложение, которое позволяет визуализировать статистику по вашим сайтом. Причем в том виде с теми показателями, которые нужны именно вам. Вещь очень удобная, но требует настройки и погружения. Сейчас я покажу, что это такое. Описать все многообразие возможностей невозможно, простите за каламбур. Но направление, в котором нужно двигаться, я покажу. Итак, можно воспользоваться предустановленными шаблонами, но это, естественно, неправильно, раз уж смысл этого сервиса создание собственного уникального набора статистических данных. Поэтому мы будем создавать собственный отчет, но сначала нужно подключить источник. Откуда будем черпать данные? Подключаем новый и тут видите большой выбор коннекторов, включая просто Excel таблицы или базы MySQL. Но мы не будем углубляться в дибри, а просто подключим Google аналитику, что логично. Так, у меня всего два аккаунта. Теплицу не будем трогать, возьмем свельту. Наш вдоль и поперек измученный тестовый сайт. Статистики там нет, потому что нет заходов, но ничего страшного. Нажимаем связать и вот все данные. Данных здесь, кстати, очень много, это основная проблема – найти нужный параметр. Благо тут есть поиск. Но мы не ограничимся Google аналитикой, а подключим еще YouTube аналитику. Тут аккаунтов гораздо больше. Но выберем тоже себя. Тоже пустая статистика, у меня на канале почти ничего нет, но не важно. Нажимаем на «Создать отчет», добавим источник данных к отчету – все. Итак, что у нас тут есть? Есть вот это верхнее меню, где представлены возможные варианты показа статистики. В виде графика, гистограммы, круговой диаграммы. Есть, видите, даже карта. Тут элемент оформления. Можно, например, нарисовать вот такой прямоугольник. Но логично начинать все, конечно же, с диапазона дат. Выберем диапазон дат. Сейчас мы выбираем то, что открывается по умолчанию. Потом диапазон дат можно менять. Итак, вот. Ладно, удалим прямоугольник. И вставляем то, что они назвали динамическими рядами. Он сразу вставляет диаграмму уже со значениями. Видите, он взял показатель просмотры и показал количество за указанный период. Мы можем выбрать какой-то другой показатель. Например, время просмотров. Или вот какая-то средняя доля просмотров. Не знаю, что это. Но давайте оставим просмотры. Тут есть закладка стиль, где можно немного поработать над оформлением. Например, вот. Хорошая штука. Метки данных. Он показывает значения в цифрах. Ну и давайте добавим еще круговую диаграмму. Отлично. Процентное отношение роликов по количеству просмотров. Также можно выбрать другой параметр, но мы оставим этот, который по умолчанию. Параметр показательный. И давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. А получилось у нас вот такой отчет. Причем мы можем выбрать любой диапазон дат, и он нам покажет показатели за этот диапазон. То есть вы, я надеюсь, уже поняли, что происходит. Параметры, по которым вы выводите здесь статистику, вы выбираете сами. Самые непредсказуемые комбинации все в ваших руках. Оформление в ваших руках. Более того, вы можете собрать на одной странице статистику по нескольким сайтам или аккаунтам. Например, давайте добавим сюда статистику по сайту Свильта. Вставляем диаграмму. Сейчас он показывает по YouTube Analytics, а мы выберем все данные по веб-сайту. Напомню, мы вначале подключили два источника. Все параметры сбились, ничего страшного. Перенастроим. Дата, показатель. Какой мы выберем показатель? Что-нибудь по страницам. А вот, просмотры страниц. Отлично. Давайте сделаем отчет в виде гистограммы. И добавим тоже метки данных. Ну и давайте добавим еще круговую диаграмму. По умолчанию тут стоит источник трафика. Нормально. И что у нас получается? Вот такая история. Также выбираем любой диапазон даты и видим все выбранные показатели по обоим ресурсам. И теперь включаем доступ по ссылке. И пожалуйста. Отправляем ссылку всем заинтересованным лицам, и они могут просматривать статистику в той форме, в которой мы готовы ее показать. Ну или можно выбрать какого-то конкретного человека и показывать статистику только ему. Не знаю, насколько это может быть востребовано у сотрудников некоммерческого сектора. Если вы видите потенциал и понимаете, что вам это нужно, пишите в комментариях. Может быть я сделаю какой-то более подробный скринкаст об отдельных процессах. Все, любите друг друга. Тут нужен какой-то каламбур о работе Data Studio, но я лучше о погоде. Погода отличная. Наконец-то весна. Бросайте работу, езжайте за город. А когда вернетесь, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и напишите комментарий о том, как все прошло.